Всем привет, ребят! Печальные новости. Алиэкспресс подкручивает гаечки. И теперь вы не сможете так же выгодно покупать смартфоны в Китае. С чем это связано и вообще что делать? Давайте разберемся. Итак, с 1 июня Алиэкспресс вводит пониженный кэшбэк для всех покупателей из России, Украины и в общем стран СНГ. Что это означает? Вы пользуетесь кэшбэками. Пусть это будет ИПН, пусть это будет Летишопс, пусть это будет Отметат и все остальные посредники их просто вот так. Эти посредники по сути сотрудничают с самим Алиэкспрессом. Алиэкспресс задает условия. Значит с телефона, который стоит 100 долларов, я буду вам платить 10%. Допустим, за каждого привлеченного покупателя. Вы покупаете телефон за 100 долларов, 10% отдает Алиэкспресс кэшбэк-сервису. Этот кэшбэк-сервис уже вам, в зависимости от своей щедрости, может отдать из этих денег 80%, либо 90%, либо 70%, либо 60%. То есть получается с каждой сотни баксов, которую вы отдаете Алиэкспрессу, Алиэкспресс отдает кэшбэк-сервису, допустим, 10%. Это было раньше. Из этих 10%, то есть 10 долларов, вы можете получить 7,5, 8, 6,5 долларов по-разному. Сейчас же, после того, как Алиэкспресс подкрутил все гаечки, с 1 июня вы будете получать еще меньше, вы будете получать 3,5 доллара, в лучшем случае, с каждого смартфона, который будет стоить, допустим, 100 долларов. Это всего лишь условная единица для того, чтобы удобнее было считать. Вот здесь у меня цифры, которые в принципе неутешительные. Итак, Россия, страны СНГ и ближние зарубежья за мобильный телефон смогут получить 3,5% кэшбэка. И не более того. То есть, допустим, телефон стоит 200 долларов, вы сможете с него вернуть только 7 долларов. Это в лучшем случае. Никаких 8, никаких 10, никаких повышенных кэшбэков уже не будет. Алиэкспресс просто-напросто закрутил гайки и не будет теперь людям из стран СНГ, покупателям, давать такие серьезные кэшбэки. Независимо от того, каким кэшбэком вы пользуетесь. Это может быть любой посредник. Потому что это инициатива самого Алиэкспресса. Но, смотрите, как интересно. Те, кто покупает из США, с каждого телефона, они смогут экономить уже не 3,5%, как мы, а 4,5%. То есть, с телефона, который стоит 200 долларов, они смогут вернуть 9 долларов. Ну и люди, которые проживают в странах Европы, это Франция, Испания, это у нас получается 4,5%. Так же, как в Штатах, за телефоны, но за аксессуары различные, то есть, какие-то кабели, зарядки, аккумуляторы и все остальное. Все, что касается мобильной всей этой кухни, 10,5%. Смотрите, европейцы живут лучше, чем мы, европейцы зарабатывают больше, чем мы, а процент у них выше. То есть, они могут сэкономить больше. Люди, которые живут в США, тоже зарабатывают больше, а процент у них выше. Конечно, можно с одной стороны объяснить это тем, что Алиэкспресс очень популярен в странах СНГ. Это Украина, Россия, Беларусь, Казахстан и все-все-все остальные, Молдова. А еще это можно объяснить тем, что было очень много мошенников. И как раз-таки мошенники в основном проживают в этих странах. Это люди, которые без конца открывают диспуты. Это люди, которые придираются ко всему с Алиэкспрессом. Мне лично писали очень многие люди и задавали вопрос. Смотри, у меня вот такая вот ерунда с моим девайсом, который я заказал из Китая. Могу ли я открыть спор? Я говорю, что нет, по этой ерунде лучше не открывай спор. А он говорит, а я все равно открою. То есть, люди чересчур привередливо относятся к продукции из Китая. И хотят вернуть еще не только с кэшбэка деньги, но еще и в спорах. Это приводит к тому, что блокируются аккаунты. Это приводит к тому, что доверие людям из таких стран падает. И, соответственно, китайцы тоже откручивают гайки и не хотят терять свои деньги. И поэтому вот такой вот процент мы получаем. Спасибо вам, те, кто не слушал мои советы и открывали споры по каждой мелочи, по каждой царапинке, по всякой-всякой такой ерунде. В любом случае, кэшбэк понизился и из этого как-то нужно выходить, из этой ситуации. Радостная новость, что кэшбэк понизился только для Алиэкспресса. Если вы пользуетесь другими магазинами, то у вас все останется как и раньше. Да, теперь в Алиэкспрессе, даже если будет очень низкая цена на смартфон, вы обязательно смотрите, сколько этот смартфон стоит, например, в том же GearBest. Потому что бывает, что смартфон стоит на 3 доллара дешевле на Алиэкспрессе. Но из-за кэшбэка, или из-за какого-то купона, или из-за каких-то скидок, вы можете на том же GearBest, просто как альтернатива, купить его еще дешевле. То есть получается, что теперь вам нужно будет включать соображалку и очень-очень много всего просчитывать. Также не забывайте, что есть такие магазины, как Tini Deal, Banggood, Geekbuying, TomTop. Ой, там их много, китайских магазинов. И, в общем-то, вы всегда сможете найти для себя что-то интересное в других китайских магазинах. Если кому-то интересно, я составлю список интересных магазинов, в которых, ну, в принципе, можно как альтернативу использовать для поиска тех же смартфонов. Ну что ж, если у вас есть какие-то новости, другие, какая-то другая информация, пишите об этом в комментариях. Я лишь поделился тем, что успел. Потому что я думаю, что до 1 июня нужно обязательно прикупить все то, что вы хотите. Потому что с 1 июня будет пониженный кэшбэк. И что бы вы ни делали, вы не сможете вернуть себе назад на кошелек столько денег, сколько возвращали раньше. Как я уже приводил пример, смартфон за 100 долларов. Раньше можно было вернуть 7, 8 до 9 долларов в зависимости от того. Вот у меня был повышенный кэшбэк. Вот такая вот новость. И радостная, и не радостная. С одной стороны, ну, больше, конечно, не радостная. Подписывайтесь на канал, если это видео было вам полезным или интересным. Не забудьте его поддержать. Делитесь им с друзьями обязательно. И, конечно же, увидимся в следующих видео. Пока.